Продолжение следует... И, конечно, церковные темы, обновления церкви и истории христианства. Потому что там мои лекции, последние тоже и в Украине, и в России, и в других странах, где я преподавал, они все забиты там. И вы можете ими пользоваться, можете скачивать. Так сделали, чтобы можно было ими повторно пользоваться. И все права Иисусу Христу отдаю, поэтому можно переписывать. И вам с удовольствием тоже поделюсь тем, что у меня есть с собой. И, в общем-то, будем дружить. Слава Богу, это хорошо. И, друзья, я хотел бы сегодня и завтра в эти два вечера коротко об истории христианства поделиться. Темой истории христианства, истории христианской церкви. Конечно, тема огромная, тема большая. И можно... Кстати, если местописание выводите или нет? Сегодня? Нет, да? Хорошо. Я буду называть некоторые местописания, допустим, по ходу. А вы у себя фиксируйте их просто. Хорошо, что некоторые принесли конспекты, вижу, да, тетрадочки какие-то. Это очень хорошо. Это правильно. Потому что мы учимся. Потому что Господь, Он наш учитель. Да, и Он дает возможность нам сегодня прикоснуться к очень важной теме. Слава Богу. Я думаю, такая будет у нас рабочая сегодня и завтра встреча. Помолимся. Отец, Бог Святой, во имя Иисуса Христа, благодарность Тебе и хвала за этот вечер, Господь, за этот семинар. Боже всемогущий, прошу Тебя из истории христианства, из истории церкви, дай нам, Господь, научиться многому. Дай нам, Господь, быть не судьями, но быть учениками Твоими, Господь, и Твоими свидетелями. Боже всемогущий, на примерах негативных, на ошибках наших братьев, сестер, предшественников наших, на этом христианском поприще, помоги нам учиться, не грешить пред Тобою, не совершать такие ошибки, Господь. Потому что то, что написано было и даже и в Старом Завете, и также и то, что мы читаем в истории христианства, это все нам назидание, для нас достигших последних этих веков. Бог всемогущий, и на примерах положительных, учи нас подражать вере тех, кто дошел до конца, веру соблю, тех, кто Господь не только хорошо стартовал в своем христианстве, но и блистательно финишировал. Бог всемогущий, благослови нас подражать их вере. Бог, Отец наш, Сын и Дух Святой, Тебе все слава и хвала. Ты, Отец Вечности, и Ты автор истории. Боже, Ты создал время и нас поместил в 21-го уже столетия. Всемогущий Отец наш, я прошу Тебя во имя Иисуса, благослови нас вписать, Господь, хорошие страницы в историю Твоей Церкви. Помоги нам, Господь, в своей жизни, в этой временной, своей земной жизни прославить Твое Имя Святое. Боже, благослови нас, Ты автор истории Церкви, Ты автор времени, Господь и Создатель наш. Благослови нас и научи нас дорожить, ценить то время, в которое Ты поместил нас. Благослови, Тебя Церкви Вселенной. И этот вечер, и завтрашний вечер, Боже, посвящаю Твоему великому имени. Слава Иисусу Христу. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, я хочу начать с Писания, с Библии. У Матфея, 16 глава, 18 стих написано. Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот это будет эпикрафом начало. Бог Созидатель Церкви. Он Автор Церкви. Он Создатель наш, и Он Создатель Церкви. Церковь Его. Церковь Иисуса Христа, это не просто динаминация, это не только конфессия. Церковь Иисуса Христа, это живые люди, это не здание, это не постройка, это живые души, возрожденные свыше, рожденные Богом. Слава Иисусу. Дорогие друзья, конечно, как на Руси еще говорили в 15 веке, Васян Патрикеев, Нил Сорский, отцы эти говорили, храм из ребер, а не храм из брюна. Живой человек. Вот это и есть храм Бога живого. В Новом Завете так. В Старом Завете были из камней храмы. Они строились, потом разрушались. Но в Новом Завете есть новое такое понимание храма Божьего. И местописание, которое хочу, чтобы вы запомнили сегодня также второе, это 1 Коринфянам. Послание Павла, 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 3, 16. Написано, раз вы не знаете, что вы храм Божий. Вот это запомним. Вы храм Божий. И Дух Божий, написанный Павлом дальше, обитает в вас. И, друзья мои, Павел писал это послание в Коринф, когда храм тот каменный еще существовал. Там, в Иерусалиме, на горе, храм существовал. И он еще функционировал. Там совершались еще жертвоприношения. Там священники по-прежнему еще убивали животных. Они думали, что это по-прежнему угодно Богу. Хотя Богу это было уже не угодно. Время храма благочестия закончилось. И почему мы знаем это? Потому что сам Иисус сказал, он говорил об этом еще во время своей земной жизни. Он говорил, что настанет время, когда не в Иерусалиме, не на горе, на всяком месте будем поклоняться Отцу в Духе и в Истине. Он говорил об этом. Он говорил пророческие страшные слова, что храм будет разрушен, и камня на камне не останется от этого места. Он говорил страшные пророческие слова, что все оставляйте в дом ваш пуст. И исполнились слова Иисуса Христа, эти страшные пророчества исполнились буквально. На самом деле, храм мы не видим больше. Храм разрушен. Божий храм, от него следа не осталось. Камни на камне не оставили. Римские оккупанты, захватчики все уничтожили. В 70-м году нашей эры, через 40 лет после Иисуса, в 70-м году был разрушен храм Иерусалимский. Мы не знаем точно год рождения Иисуса Христа. Вот вчера я немного упомянул о Рождестве, допустим. В календарной традиции, православной, католической, протестанской, есть Крисмас, да, Рождество, Рисдво. Но мы не знаем, на самом деле, когда родился Иисус Христос. Мы даже год Его знаем о рождении, лишь приблизительный, условно. Мы пишем 2019 лет тому назад. Хотя, сегодня уже это серьезно не воспринимается никем из грамотных специалистов. Потому что выяснилось уже, давно уже выяснилось, что в средние века, в раннее средневековье, когда высчитывалось предполагаемое время рождения Христа, когда же мог родиться Христос, чтобы лет и счастливее начать именно от Рождества, то вот эти вычислители, монахи эти, которые пытались вычислить время, они хорошо вычислили, но ошиблись. Ошиблись как минимум на три года, возможно, на четыре года. Мы точно не знаем теперь. Можно предполагать, что три года была ошибка. Да и само Рождество-то, собственно, Христа было ведь летом или же осенью. Вероятно, это был сентябрь. Астрономия сегодня нам, наука, говорит, что вероятно, не то, что невероятно, а, в общем-то, по идее, это вычислено уже дата, но ее так особо не оглашают, чтобы не смущать многих христиан. А вообще, начало сентября. И это по астрономическим наблюдениям. В общем-то, сегодня компьютеры обрабатывают информацию гораздо лучше, чем в раннем средневековье монахи. И сегодня астрономия далеко шагнула вперед, и мы можем вычислить, когда, какие знамения были в каком регионе нашей планеты. И вот эти знамения, которые были как раз в момент рождения Христа, они были как раз в начале сентября, на протяжении нескольких дней. Но был буквально день, два-три дня, когда это было особенно ярко и особенно видно. Но дело в том, что, хотя мы не знаем дата рождения Христа, ну, как предполагается точно, скажу, что не беда, я люблю Рождество, люблю Крисмас. Почему? Потому что у меня возможность есть, как у христианина, благовествовать об Иисусе Христе, о том, что Он родился, и о том, что Он перешел в этот мир спасти грешников, и Он сегодня может родиться в сердцах людских. И я поэтому благовествую, говоря, проповедуя на Рождество в разных церквях, и у себя в церкви, и в гостях, в других динаминациях. Я всегда говорю, что мы не знаем дата рождения Христа, но мы знаем, что должен родиться Христос в наших сердцах. Аминь. Хотя, к сожалению, очень много язычества, чего греха таить, пришло, оккультизма, много проблем пришло в жизнь церкви христианская, вот в то далекое время. К сожалению. Ну, по порядку, я немного расскажу сегодня, наверное, больше, наверное, страшных фактов. Но это надо. Знать, для чего, чтобы нас, как говорится, за нас никто не водил, чтобы мы были исторически подкованы, чтобы самим не попасться на удочку противника, чтобы взирать на Иисуса Христа, ни на что другое, и чтобы еще больше сегодняшний вечер нам поразуметь, что ни в ком он у меня спасения, кроме Иисуса Христа, и что ни традиции, ни обряд, ничто нас не спасет, а только живой наш Спаситель Иисус. Друзья, о Рождестве Христа, почему это не могло быть зимой? Однозначно, потому что пастухи были в полях с животными, и это в летнее время совершается в Израиле. Совершалось раньше, в частности, после Шаблот, праздника, и до Рожка-Шана, до осенних праздников, одним словом, животные были в полях, и сезонные эти рабочие нанимались, и работали, и были в полях. И все это время, пока животные были в полях, как раз все совпадает. Вертепы, они были свободны. Использовались часто под гостиницы для бедных людей, для странников, путешествующих. Иногда за плату умеренную, иногда и бесплатно совершенно хозяевам предоставляли эти вертепы. Они были благоустроены, по тем временам там было довольно-таки сносно, нормально. Это не было что-то грязное и мерзкое, нет, это было чистое, сухое. Помещения хозяев были обязаны сразу после выгодных животных сделать ремонт, сделать порядок. И больше того, в пещерах возле Вифлеема, где родился Иисус, археологи нашли множество таких пещер, множество таких вертепов возле этого поселения. Нашли еще одно, один как бы знак. Помните, ангелы сказали пастухам, что вот вам знак, младенца увидите в яслях, спеленутого, лежащего в яслях. Ну как бы в яслях, да, это как бы знак, кормушка для скота. Значит, но это не была грязная кормушка, это была уже чистая кормушка, давно уже чистая кормушка. Но хорошо, все равно как-то немного так, ну, у них не было колясок, а он лежал в кормушке. Но он был спеленут. Историки говорят, что это тоже было знамение от Бога для пастухов. Потому что, ну, все впеленают младенцев, но почему спеленутый младенец был знаком для пастухов? Дело в том, что в этих пещерах археологи доказали это однозначно, что не просто были гостиницы где-то. Оказывается, в это время делали бизнес, значит, жители Вифлеема, и по всему Израилю он был в то время известный бизнес. Они делали эти пелены. Их было очень много. Их складировали в этих, значит, вертепах. Это были пелены, не поверите, для погребания чаще всего использовали себе. Значит, их раскупали в Вифлееме, их возили в другие города, продавали их. Это были пелена, которые использовались для погребания. Но их могли предоставить для чего-то другого также. Ну, жутковатая картина, конечно. Но мы знаем, что пришло время родить Марии в такое не очень подходящее время. Значит, и она родила. И они спешили, они пришли туда для переписи. Перепись кесаря Августа, она проводилась тоже, это историки однозначно доказывают нам, проводилась в летнее время. Она не проводилась зимой ни в коем разе, она проводилась летом. И в начале как раз сентября. Завершаясь уже где-то к октябрю, уже вся перепись по всей империи была закончена однозначно. Все документы были уже в самом Риме. После начала октября уже не могло быть никакой переписи в Римской империи. Но я сейчас даже не о том, просто чтобы задуматься нам, что над тем вопросом, что ведь в нашем христианстве современном очень много таких традиций, которые нам кажутся уже по умолчанию христианскими, на самом деле они пришли откуда-то извне. В частности, вот празднование 7 января, 25 декабря по старому стилю, по новому это 7 января соответствует, это замещение празднеств, переименование праздника. Был праздник в древности Рождество Бога Солнца, Рождество Митры, в частности там еще других божеств солнечных. И люди привыкли с незапамятных времен гулять в эти дни, дарить подарки, гулять, праздновать, пить и застолья делать. И когда христианство стало государственной религией, то было решено властями праздник, коль к нему уже все привыкли, много поколений уже римлян, греков это празднуют, то давайте оставим эту дату, но переименуем ее. Она именовалась, эта дата, день рождения Бога Солнца, потом ее переименовали чиновники и назвали Рождество Бога Солнца Иисуса Христа. А потом Бога Солнца вообще убрали и осталось только Иисуса Христа. Потом стало называться Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То есть как бы постепенно переименачали. Ель украшалась, ну в Египте, правда, пальму наряжали в то время, там не было ели, со сквольными там проблемы. Но в Риме, в частности в других городах, ставились ели, они украшались, это означало аттис, там, и это были языческие, конечно же, ритуалы, ничего общего не имевшие, конечно же, с верой истинной. Евреи религиозно и гнушались такими традициями языческими. Знатели, потому что они были связаны с оргиями, с пьянством, с распутством и, в общем-то, ничего доброго не означали. Если сейчас все вам буду рассказывать, у вас будут уши увядать. Настолько мерзко римляне праздновали вот эти вот празднества. И скажу, что это было ужасно. Да и египтяне, еще до них, до римлян, римляне еще, как говорится, по стол пешком ходили. Еще даже и Рима не было-то. Были этруски, их предки, как бы. В те времена, когда никакой римской империи еще не было, египтяне уже преуспевали в этом, они уже жили этим. А до египтян, халдеи, до египтян эти вот вавилоняне, шумерцы, жители Акадо, то же самое совершали, в принципе. И это было мерзко. И, друзья мои, но христианство, я вообще все о Рождестве, о Рождестве, как бы, но это как иллюстрация. Давайте по порядку. Что происходило в те далекие времена? Первых 300 лет наших братьев с вами и сестер, христиан ранних этих, той церкви, первоапостольской, можно назвать, или ранее христианство, жестоко преследовали чаще всего. Римские власти не жаловали. Тактика была чаще всего на уничтожение. Церковь не пришлась ко двору. Христианство не вписалось, знаете ли, в такой пестрый, такой калейдоскоп верований, религий Рима. Там было множество богов. Римляне были очень набожными в своем роде. Вспомним Павла, который Афиня нам проповедовал в Афинах. Он сказал, ибо обходя и осматривая святыни ваши, то есть он говорит, я вижу вас особенно набожны, да, говорит, я нашел, говорит, жертвенник даже неведомому богу. Вот сего-то, которого вы не знаете, шлите, я решил вам проповедовать сегодня. Конечно, он нашел зацепку такую для проповеди, хотя мы понимаем, конечно, по совести-то они богу-то истинно не служили. Хотя все равно, конечно, Павел подчеркнул их, в них что-то хорошее, допустим. Он нашел в них именно, как бы, желание пополняться божеству, да, богам, значит. И он начал проповедовать им, там мало покаялся, конечно, людей, некто Дионисия с Ариапага там, и как бы проповедь была не такая успешная, но все-таки кого-то зацепило эта проповедь, слава богу. А даже ради покаяния одного человека был смысл выступать в Ариапаге, проповедовать там для Павла. И знаете ли, потому что об одном грешнике кающимся небеса радуются. Сегодня, если в нашем собрании, сегодня, если один каждый человек скажет, Иисус Христос, Ты мой Господь, Бог и Спаситель, это уже небо будет радоваться над крыльцом сегодня, слава богу. И на всей Сумской области ангелы будут ликовать, как день Рождества, и сегодняшний день будет Рождеством Христовым в вашей жизни. Кстати, я некоторым говорил, братьям, они говорят, сестры, братья, у нас там, вот я хочу праздновать Рождество, только не знаю, как это сделать теперь. А говорят, ты можешь даже сделать так. Ты помнишь день, когда ты обратился к Богу, покаяние свое? Все, помню. О, вот собери, а сколько лет прошло? Там три года, допустим. Хорошо, брат, собери друзей, значит, свою там домашнюю группу, там кого-то еще, значит, пригласи, значит, и тортик, три свечки, и скажи, вот, сегодня день рождения, Иисус Христос родился в моем сердце, Рождество Христово. Но самое-то главное, конечно, не в этом, а в Иисусе Христе истина. Вот, от традиций многих мертвых постепенно христиане освобождаются. Процесс этот необратимый, считай, потому что Господь наш грядет. Поэтому Бог-то хочет, чтобы церковь не имела ни поднания порока, ничего не подобного. Но святая, не порочная. Поэтому процесс этот необратимый, просто-напросто. Он может замедляться, может ускоряться, но он уже пошел, давно уже пошел. Уже пять столетий, друзья мои, шутка ли, пять столетий назад христианство начало обновляться, начало возвращаться к корням, к истокам своей веры. Пятьсот лет назад Мартин Лютер, Кальвин, Свингли, вот эти вот анабаптисты, Волосар Губмайер, Менов Симмонс, другие отцы реформаторской, движения реформации в шестнадцатом столетии. Они что, они что-то новое выдумали? Ни в коем разу. Ничего они нового не выдумали. И, знаете, некоторые, кстати, мои коллеги вчерашние, друзья порой вчерашние, традиционные многие священники православные, русские, украинские, мне говорят, о, ты общаешься с протестантами. Мне это в укор ставят. И говорят, о, ты общался с протестантами, сам стал протестантом. Говорю, хорошо, друзья. Но что, разве протестанты это придумали? Разве Лютер взял и что-то дописал, надумал в Библии? Ничегошинки. Он просто взял, даже наоборот, один из его лозунгов был, соло-скриптура, то есть только Писание. Один из его лозунгов был именно вот в этом, то есть возвращение к корням. Реформация, господа, это не выдумал ничего нового, это возвращение к хорошо забытому старому. Это возвращение к корням, к традиции, к тому, что было изначально, в нашем христианстве. Поэтому Лютер, Кальвин, прочие эти отцы реформации, основатели протестантизма, они, знаете ли, они лишь начали процесс, ну не начали, точнее, но с них как бы начался очень мощный рывком такой процесс возвращения церкви к своим корням, к истокам. И этот процесс продолжает уже пять столетий. Уже пять столетий восстановления христианства. Поэтапно, постепенно, иногда быстро, иногда медленно, но христианство обновляется уже пять столетий. Возвращаются многие библейские истины. Сегодня, слава Богу, мы живем в век такой проповеди Евангелия. Сегодня для многих из нас, для большинства из нас, вот такая истина, что праведной верой жив будет, да, что спасение через веру в Иисуса Христа уже кажется, ну, простыми и понятными настолько, что само собой разумеющееся нечто. Но пять столетий назад это был темный лес. Вспомним того Лютера, Мартин Лютера, который, как вот рассказывают, поднимался по этой лестнице, чудесница, лестница Пилата, значит, там, в Риме, надеясь на прощение своих грехов, покупая эти индульгенции, значит, оплачивая это шоу религиозное. Знаете ли, там монахи с кассами стояли, значит, выдавали, значит, билетики на это шоу, представление. А люди с верой, кто-то плакал, кто-то за своих умерших, живых люди, значит, обращались и искали прощения грехов. И как раз накануне он читал из Писания, он владел латинским языком, он читал Писание, как священнослужитель. Но одно дело читать, но можно смотреть книгу и ничего не увидеть, как говорится. Можно что-то понять, уразуметь. И вот, говорят, именно на лестнице этой его осенило, что праведный верою жив будет. И знаете ли, говорят, что он встал и не закончил, отошел, он ушел оттуда и уже не имел ничего общего с религиозной мафиозной этой системой отпущения грехов по-человечески, значит, придуманной. И проповедовал стал времени именно Христа Распятого, проповедовал милость, благодать Бога, прощение в Иисусе Христе. И когда он вернулся к себе в Виттенберг, в этой Ненецкой захолустье тогда, маленький городишко совершенно, там он проповедовал именно об Иисусе Христе. И, слава Богу, постепенно, постепенно, вот за пять столетий этих, очень многое изменилось, конечно. Сегодня и сама католическая церковь во многом изменилась. Хотя, к сожалению, многие лжеучения остаются в христианстве сегодня, но во многом сегодня, благодаря той реформации огромной, мы живем в другом мире совершенно. Реформация, потому что, в отличие от пробуждения духовного, да, просто пробуждения, она касается всех сфер жизни, деятельности человека. Пробуждение, оно касается больше верующих. Пробуждение, оно касается самой церкви. Пробуждение касается наших отношений с Богом, возобновления нашей первой любви, обращения к нашей первой любви, да, возобновления отношений с Богом, очищения, освящения церкви. Это пробуждение. Но, а реформация, в отличие от просто пробуждения, она касается не только церкви, даже не столько церкви, сколько всего общества. Потому что реформация, она касается всех сфер жизни и деятельности человека. Проще говоря, когда пробуждение, хорошо верующим. Когда реформация, хорошо всем, и верующим, и неверующим. Потому что, когда реформация, тогда На самом деле во все общество приходят, знаете ли, изменения, положительные изменения. Немытая Европа омылась, знаете ли, сегодня, слава богу, там не сжигают еретиков на кострах, сегодня костры инквизиции не горят, во многом это заслуга реформации. Мы подумали, так это же само собой бы образовалось, ничегошеньки бы не изменилось, за столетия ничего не менялось. Если бы тогда не началась реформация, и до сегодняшнего дня бы горели бы костры инквизиции, поверьте. Потому как меняется все не само собой, а меняется через нас людей. И если бы Лютер там бы с фигой в кармане, знаете ли бы, Виттенберге бы целовал бы мощи по-прежнему, и ничего молчал бы, не говорил бы об истине, и другие промолчали бы братья, то возможность до сих пор бы мрачного средневековья висела бы над старушкой Европой. Но Господь Милостив, знаете ли, Бог Милостив, Он дал обновление христианству. И, господа, скажу, что вот в церкви, в церкви христианской, если, я уже говорил, первых 300 лет церковь подвергалась гонениям, церковь была гонима, христиане были гонимы, чаще всего преследовали наших братьев. Хотя, не все так было, конечно, страшно, потому как были периоды и мира, зависело от политиков. Ну, как говорится, каков поп, да, таков приход. Зависело от властей, зависело от политиков. Если императоры были такие благорасположенные к христианству, то, как бы, и гонений и не было. Даже были такие императоры, как вот Александр Север, допустим, в третьем столетии, 222 год нашей эры, он стал императором Рима. Он даже, его даже называют тайным христианином, чуть ли нет. То есть, как бы, ну, про его маму известно, что она была христианкой, и, в общем-то, там много, что... Он даже местный списание у себя во дворце приказал вывести золотыми буквами. Он мало правил, и о нем мало что знаем, поэтому можно в это поверить, можно и поверить, мы не знаем точно. Но при нем христиан не гнали, это точно, и христианам позволяло строить свои здания, свои храмы. Христианство легально распространялось в Римской империи. Он читал Евангелие, это тоже известный факт, и послание к римлянам переписывалось при нем при его дворце. То есть, как бы, апостола Павла. И предполагая, что он был тайно верующий, или же один из новобращенных, возможно. В советское время нам говорили, что христианство было лишь религией рабов. Это неправильно, это совершенно абсурд. На самом-то деле, и рабы, и свободные. Мы читаем, даже с самого начала были в церкви, разные были люди. И даже по репрессированным, по именам репрессированных, мы видим очень разных людей. В том числе, даже сенаторы. Даже члены сената. Это элита, это ВИП римляне, самые богатые римляне, самые знатные римляне. Сенатор Аполлоний, в частности, казненный именно по обвинению в христианстве, который не отрекся на допросах, который стойко держался на допросах и говорил, что он верит в Иисуса Христа, в Спасителя. Значит, всадники, это были тоже такая, как дворяне, прослойка такая, население. Многие были репрессированы богатые люди, отнимали у них поместья, земли, дома. Их отправляли на галеры, на рудники или казнили. То есть, братья подвергались репрессиям время от времени. И сбора пожертвований, тоже говорят. Знаете, вот Энгельс писал, товарищ Маркса, ну, это они оба были такие сумасшедшие на эту тему. Просто у Маркса была сумасшедшая бредовая идея о классе в борьбе. А Энгельс взял всю историю и переписал под эту тему. И как бы, так вот, и Энгельс там писал, что, мол, это религия рабов, они там вот сидят по тьмах рабочие там и прочее. Но, знаете ли, археологи показали несостоятельность вообще заявлений Энгельса, антинаучность даже. Есть подозрение, что Энгельс знал даже об этом, но умышленно лгал просто-напросто. Потому что в конце 19 века факты были уже известны. Допустим, нашли археологи отчеты о сборе пожертвований. То есть, были свои бухгалтерии, оказывается, в тех церквях христианских. И делались отчеты. Не для властей, потому что власти гнали христиан, но для внутреннего пользования были бухгалтерии. И нашли, ну, христиан убивали, а отчетности некоторые сохранялись. Археологи находили их. И в том числе отчетность об одном из сборов пожертвований. Не могли поверить археологи вначале. Шла сумма, это был целевой, правда, сбор, то есть к нему готовились уже. Потому что это был целевой сбор пожертвований в 100 тысяч сестерций. Это, если перевести, допустим, сейчас в доллар, чтобы было проще понять, в доллары перевести, да? Вот по нынешнему курсу, сейчас про доллар упал, но я не ошибусь, если скажу смело, не меньше 15 миллионов долларов. Не меньше 15 миллионов долларов. Вот по нынешнему курсу. Вот тогда, когда пересчитывали мы тогда, это было порядка 10 миллионов. Сейчас доллар пошатнулся очень серьезно. Но вот по нынешней покупной способности доллара, это порядка 15 миллионов долларов США. Вот, это огромная сумма. Рабы не собрали бы такую сумму. Ни в коем разе. Это были богатые люди, были известные люди. Да, там были и рабы, но там были и свободные. Там были плевеи, но там были и всадники, и даже сенаторы, которые могли приносить. Я для сравнения скажу, 100 тысяч сестерцей, в принципе, эта сумма позволила бы любому плевею купить себе высокое самое звание. Всадника, допустим, или даже пробиться будет туда, в сенаторах. То есть он мог бы купить себе и гражданство, и всей своей семье гражданство римское, и свободу, и плюс еще, значит, звание всадника, это как минимум. И хороший дом, дом имеется в виду не просто маленькая хатынка, знаете ли, хороший дом с усадьбой и с поместьем в пределах, ну, пригородов Рима. То есть, что было очень почетно. Насчет поднимателей, это была большая сумма, и христиане собрали ее. Мы не знаем для чего, видимо, было что-то очень важное, был какой-то сбор, экстренный сбор. Но люди собрали эти деньги, слава Богу. Значит, там даже имена сохранились, археологи нашли эти имена, тех бухгалтеров, тех диаконов, диаконистов, которые, диаконисты Римской Церкви, которые подписывались там и служители Римской Церкви, которые собирали эти пожертвования и ответственны были за эти финансы. Кстати, многие из вас знают, да, Татьянин день, Татьяна, она была диаконистой, она была служителем Римской Церкви. Один из священников Римской Церкви, женщина не может быть, да, она была в Риме. В те времена, это сейчас, знаете, спорят, может ли женщина быть пастором, не может она, может ли она нести служение в Церкви, или она вообще молчать должна всю жизнь в Церкви. В те времена, так вопрос не стоял. Слава Богу, первых 300 лет христиане знали и диаконист, и пресвятерит, и даже епископов женщин, даже женщин, несших служение епископское, и даже апостольское и епископское служение. Мы знаем о Андронике и Юнии, про славные среди апостолов, написано в послании. Правда, мы не знаем о том, где эти люди служили, то есть женщина была апостолом, и Павел знал эту женщину. Женщина, несшая служение апостольское. Но в традиции православной мы знаем, как минимум, ну в то время, вот первых 300 лет, 5 или даже 6 женщин, несших служение апостольское. Равноапостольная Фекла, та же самая Текла, да, они все есть в календаре православной Церкви. Эти женщины, несшие апостольское служение в Церкви. Ну а в более поздний период мы вспомним, допустим, равнопостольная Нина, просветительница Грузии. И женщина, которая привела целую страну к Иисусу Христу. Женщина-апостол, мощная. А если бы она сектанткой была бы, а если бы она думала, что молчать надо женщине, и молчала бы, страна так же погибала бы, шла бы от. Но, слава Богу, эта женщина правильно поняла. Когда пришел Дух Святой и сошел на нее, она поняла, ей нужно благовестить, не молчать, говорить Слово Господне. Она пошла, тем более в стране, в которой женщины не воспринимали вообще никак. Она смогла привести целую страну, ну по сути, целую страну тогда к Богу. Слава Иисусу. А почему? Потому что чудотворениями Бог запечатлел ее проповедь. Подтверждал чудесами и знаменениями свидетельства Слова Его. В частности, были исцеления, бесы выходили из людей. Это была очень харизматичная женщина. И дело в том, что эти идолы в храме, куда привели Нину, значит, для отречения Христа, жрецы, она помолилась там. Но не молитва отречения, а помолилась прославленной Иисуса Христа. И земля потряслась, и идолы упали. Эти вот боги, эти старые грузинские, которым поклонялись многие поколения, они попадали на глазах у всей публики. Жрецы были в ужасе. Боги упали, разбились от молитвы простой девушки. Они были в шоке. Царица исцелилась. Многие больные исцелились, бесы выходили. И, знаете ли, скажу, что это... Вот вам и молодая женщина, которая несла служение апостольских, служение в этой стране. Много других женщин несла в это время служения. Археологи в 20-м столетии нашли, на территории Германии нынешней, нашли одно из захоронений христианских того времени, и с удивлением обнаружили. Это среди археологов было даже как бы сенсационное заявление. Нашли одно из мест погребания, христианское погребание, вот того периода, ну, сразу после этого периода времени, время, когда церковь только выходила из подполья, гонения только завершались, и церковь только еще легализовывалась. Женщина, епископ. Думали, нет, наверное, неправильно перевели жена епископа. Нет, епископ церкви. Вот так вот, сестры. Так что, Бог смотрит на сердце. Я еще, почему еще об этом говорю, потому что пастор здесь женщина, поэтому я еще говорю, вот, как иллюстрацию. Не то, чтобы все женщины, теперь все, рясы и кресты, выдать ей нам бразуры. Но, если Бог призывает, почему бы и нет? Если Бог призывает. Лучше у женщины, которую Бог призвал, чем у мужчины, а бы какой, которым Бог не призывает. Поэтому, значит, во всем важно именно, чтобы именно Бог призвал. И, знаете ли, друзья мои, вот тот период времени, церковь очень сильно отличалась, первых 300 лет, конечно, от того, что было потом. Да и не только 300 лет, чуть больше даже. В то время христиане не знали, допустим, молитв, кому бы то ни было помимо Господа. Не было многобожия в христианстве вообще. Как такового понятия не было. Верили эту крышу в одно посредничество Иисуса Христа христиане. Христиане не молились ни Богородице, ни каким-то умершим святым другим, и ни ангелам. Знаете ли, все это пришло впоследствии, когда церковь стала смешиваться с политикой, знаете ли, когда из-за политиков больше. Из-за политиков. Потому что императоры, они хотели уже церковь приручить. Церковь уже как электорат. Церковь уже была выгодна, знаете ли, в политике. Церковь была выгодна как идеологический работник государства. Потому что, сами цифры говорят даже об этом. Представляете себе, за 300 лет в условии конспирации, в условии порой строжайшей конспирации церковь распространялась, не было возможности собираться в большие собрания, как правило. За счет, все строилось в основном за счет небольших ячеек, домашних групп сети, но очень мобильной сети. Такой, знаете ли, домашних этих групп ячеек. Кстати, некоторые говорят, о, домашние группы. Вот в Днепроведровске Райан Фнейбор был, значит, он как раз рассказывал, что есть домашняя группа, что это такое. Это как ячейка, это клеточка организма, тело Иисуса Христа. И некоторые, когда Райф еще был молод, он откровение это имел, некоторые говорили, о, Райф, ты что-то новое выдумываешь вообще. Это что-то новое. О, господа, это хорошо забытое старое. Это ничего не новое. Может быть, для 20-го столетия это было новостью, но вообще-то в первых 300 лет наши братья только лишь за счет этого и не только выживали, но и распространялись. Вообще-то это старые наши методы. А во многих странах, хорошо, там, слава Богу, за Америку, за Европу, там другие страны, где спокойно и мирно, да, христиане распространяются-то. А возьмите там Индокитай, возьмите некоторые регионы Африки, некоторые даже регионы Латинской Америки. Там без ячеечной структуры церковь просто загнется, церковь просто захереет, церковь становится просто-напросто доморощенной какой-то церковью. Есть такие примеры, к сожалению, очень много. И в Китае это уже самое. Есть официальная церковь, есть легальная, которую коммунисты позволяют. И они говорят потом на весь мир, когда олимпиады, допустим, они говорят, о, у нас свобода от совести, ну вот, пожалуйста, туристы, заходите. Вот храм, вот церковь, такая-то церковь, такая-то. У нас есть церковь, православная свобода. И любой китаец можно найти. Ну, правда, китайцы-то сами понимают, что если они не зайдут, там КГБ китайский тут жить, повяжет. Для туристов свободный вход, для самых китайцев, ну, вход свободный, но выход уже не свободный, как правило. Вот, и как минимум будет на карандашике у КГБ, значит, китайства, вот, которые не церемонятся, значит, особенно в северных провинциях, в западных провинциях Китая. Там столько случаев таких было, просто расправ на целый население китайских христиан. В наше время, в наши дни. Правозащитники многие об этом молчат, к сожалению. К сожалению, больше заступают за гомосексуалистов и кого-то еще, значит, но игнорируя именно истребление, по сути, христиан. И, ну, это как бы мир, знаете ли, мир. Поэтому нам нужны хорошие юристы, нужны хорошие адвокаты, нужны, на самом деле, грамотные люди, потому что кроме нас, христиан, за христианами к ним заступаться, по сути. Кому мы нужны? Церковь должна иметь в себе очень хорошее такое кровообращение, циркуляцию по славу Иисусу. Так вот, друзья мои, и вот христианская церковь, она в первых три столетия, даже четыре столетия, три столетия, когда гнали наших братьев, и столетия целой еще свободной уже церкви, легальной церкви. То есть, в первых четыре столетия, четыре столетия после Иисуса Христа, христиане молились только лишь Богу, знали Отца, Сына, Святого Духа, знали лишь только одного посредника Иисуса Христа, местописание, которое я вчера говорил, я напоминаю вновь, в первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих, помните, да? 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих, написано, Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, написано. Сегодня по нашему географику я посмотрел программу по телевидению, повтор был, и там как раз говорилось о христианстве, исламе, иудаизме, и один там выступал священнослужитель францисканский, католический, он сам палестинец, араб, христианин, и он рассказывал о вере своей, и рассказывал о учении церкви католической, но вскользь, там как бы, ну, вы знаете, да, по этому каналу показывают, всех показывают, все мнения очень разные, мнения, разные священнослужители на разные темы. Так вот, и этот священник сказал такие слова, запись, это была 6-го года программа, так вот, он сказал, что по его мнению, страдания Марии, Матери Иисуса Христа, на Голгофе, на распятии, были больше, чем его сына, больше, чем Иисуса Христа, потому что она как мать, она больше страдала, и он пример приводит, как страдала его мама, лично его мама, когда погиб его брат, значит, что она просто, ну, как, чуть с ума не сходила просто от того, что его расстреляли, молодого человека перед свадьбой просто убили нагло, просто в упор расстреляли, и мама просто, она, ну, и я сам уже, как священник, я, порой, каждый день прощаю просто этих людей, очень трудно это сделать, но я прощаю, ну, он удивился, нет, хорошо сделали программу эту, так вот, как бы, цепляет с разных сторон, как бы, но, знаете ли, при всем уважении к тому священнику, и к тому, что его мама так болезненно переживает, и он сам, видимо, хотя он говорит, что простил, но раз он каждое утро прощает, то, видимо, значит, у него нет еще такого полного, знаете, прощения, как бы, монастырские стены, они не дают, знаете ли, успокоения, только лишь Иисус Христос дает успокоение, на самом деле, он дает реальное прощение, и это сто процентов, и вот, но при всем уважении к тому священнику, он сказал неправильные слова совершенно, да, по-человечески Мария страдала, на самом деле, я вчера говорил об этом, помните пророчество, да, которое говорил Симеон, как раз в Сретении же продолжается праздник, он говорил, что тебе оружие пронет душу, но дело в том, что страдания Марии, это были ее материнские страдания, но страдания Иисуса, это были не просто страдания человека, это были страдания Бога, это были страдания Божеской крови, пролития, это были страдания за грехи наши, это не просто невинная жертва, знаете, оклеветанная, распятая под стенами Иерусалима. Кстати, не только один Иисус был отклеветован и убит В судебной практике тогдашней Римской империи Сами римские судьи это признавали Были десятки случаев казни по наветам, по оклевете Посмертно их оправдывали, но их распинали уже То есть, ну как вернешь, что это? Все Ну, и в те времена судьи ошибались Бывали, что принимали факты ложные за, допустим, настоящие А потом приходили настоящие объяснения А человека уже избили, привозили ко кресту И он умер на кресте ни за что вообще Понимаете? И случаи такие были не единственные Так вот, и поэтому, да, то, что ни за что убили И так же убивали других людей, да, издевались Но, поверьте, если мы считаем римские казни Описание римских казней, не только в случае Это не был уникальный случай с Иисусом Далеко не уникальный Некоторые, кстати, рабы, когда восстанет Спартака Еще до нашей эры, еще до Иисуса Христа Иисус еще не родился Восстанет Спартака, когда подавили Кто, если читал, интересовался именно историей Те были, наверное, в шоке, в ужасе Тысячи крестов стояли вдоль дорог римских Тысячи крестов вырубали цены рощи на эти раскятия А рабы умирали на этих крестах Были некоторые рабы, которые умирали сутки Бывали, что даже двое Самый большой рекорд, который был зафиксирован в то время Больше трех суток Около четырех дней Человек, обливаясь кровью, висел на кресте Его обмокали, давали что-то ему испить Но, представьте, какое сильное сердце Он не мог умереть Он медленно умирал Вот, как бы, то есть это были очень крепкие гладиаторы Рабы, которые умирали вот такой страшной смертью Поэтому, скажу, Иисус еще, скажу, так мало помучился Даже когда Пилату сказали, что уже умер Он говорит, как, уже умер? Не может быть Рано еще, как бы То есть, как бы, не может быть На кресте так быстро Редко ты умирал, понимаете ли? Иисус умер очень рано, как бы Даже для Пилата это было, как бы, немного так странно Вот, и когда, это же был праздник уже, да, наступающий Поэтому перебили голени Мы знаем, да, как контрольный выстрел такой, своего рода, да Значит, чтобы они побыстрее умерли, эти люди Вот, а с другой стороны, Иисусу не перебили голени Но в этом был знак от Бога Про исполнение прочества Написано, кость его не сокрушится Но один из воинов, написано, пробил его ребра Контрольный удар сделал такой Удостовериться, чтобы все видели, что он мертв И стекла кровь и вода А кровь и вода, для медиков, это было Сегодняшняя современная медицина Однозначное подтверждение, что Иисус не умер Обычной смертью на Голгосском кресте Какой умирали другие люди От удушия, допустим, потери крови Нет, он умер по другой причине Медицинское заключение современное Говорит, что Иисус умер от разрыва сердца Много очень было потом других примеров Именно человек, умирающий от разрыва сердца В случае удара его Удара, допустим, ножом Удара копьем Именно кровь и вода Истекает И примеров очень много Медицина знает в своей истории Подобных опытов Примеров таких, как будем так говорить То есть сердце Иисуса разорвалось на кресте Но не потому, что сердце было слабо Я верю, что моего Господа было здоровое сердце Сильное сердце Сильнее, чем сердце Спартака Сильнее, чем сердце кого-то еще Из этих гладиаторов Но почему сердце разорвалось Он не был Ботаником Или как там За компьютером И сидел целыми днями Он был в горах Всю жизнь работал в горах И был крепким таким человеком Но почему сердце не выдержало его? Потому что грехи наши все были на нем Потому что проклятие всего мира было на нем Поэтому его страдания ни с кем Нельзя даже близко сравнить Ни с одним рабом из этих гладиаторов казненных Ни со стороны даже его матери Даже его матери не снилась даже Часть того, что чувствовал ее сын Он не просто был безвинной жертвой Он не просто был оклеветанным и распятым евреем Нет, он был тем, кто взял на себя Наши болезни и немощи И ранами, которыми мы исцелились Поэтому, друзья мои, вся слава Лишь Иисусу Христу достанется И она по праву ему принадлежит Отец дал ему имя, написано Превыше всякого имени Дабы пред именем Иисуса Не пред именем кого-то другого Нет Ни его матери Ни его друзей апостолов Ни кого-то еще Нет Пред именем Иисуса Всякая колена склонилась Небесных На небесах, представляете? Небесных Земных И преисподних Даже преисподних Ну понятно, преисподня Поклоняется нехотя Из-под палки Вынуждены Небеса поклоняются С радостью С готовностью На земле Как говорят американцы 50-50 Здесь Кто по доброй воле Кто против воли Но все рано или поздно Преклонятся Пред Иисусом Христом Рано или поздно Все преклонятся Всякое колено преклонится Даже самых безбожников Заявленных Все равно колено преклонится Знаете ли, как Один из стихотворцев писал Атеистов В окопах нет Это правда На самом деле Есть такие периоды Когда любой Даже самый закоренел Атеист Все равно Як тревога Так до Бога Знаете ли Есть гром Который Который грянет И мужик Перегрестит все-таки Мой школьный товарищ Мы зато парно сидели Он воевал в Афгане И он рассказывал Что перед тем Как они Прилетели в Афганистан У них было занятие И политработник Проводил Атеистическое Воспитание Ну занятие Доказывая Что Бога нет Через некоторое время Их Да Батальон Батальон Их батальон Значит Он был В окружении Их всех там Просто Постреляли Побили Значит Со всего батальона Осталось несколько Ребят молодых Вообще Все погибли Значит Со всех сторон стреляют Мы не видим никого Нас Вот как на ладони Просто расстреливают Значит И они убежали Кто смог убежать Те убежали Вот Кто замет Что всех там Поубивали И вот значит Технику все там Подожгли Значит там Ну душманы Эти вот Эти вот террористы Исламские Исламские Стремисты Все побили И все А впереди Как говорят Минное поле Это точно Это минные поля Сами же минировали Там эти ребята И там такие Сколько мин Что тут Ну короче Не одна Так другая Не то что Одного вида Там многих Многих видов Минных То есть пройти Невозможно А назад Ну сто процентов Смерть Да еще Какая смерть Еще Значит И что Представляете И живой Из офицеров Как раз Некоторые офицеры Живые были А его тот как раз Политработник Офицер Живой И представляете И мы видим Такую картину Он на всю жизнь Запомнил Он подходит К полю Говорит И Ну все дрожат Значит Это Это не кино Знаете Это Жизнь Так вот Андреналина Полной штаны Говорит Значит вообще И вот Он подходит К полю Говорит И крестница Стоит Говорит Доказывал Что Бога нет Говорит Сам же говорит Что Бога нет Вообще Доказывал Распинался Что Бога нет А стоит перед полем Говорит И крестится Мы смотрим на него Ну всем страшно Но он крестится И пошел по полю Представляете Ну как бы Не хочется Там чтобы Сейчас он там И поиздевались Еще И голод резали Там все Пошел по полю Уже будет что будет Уже все И мы за ним Самое интересное Все вышли Все вышли Это на уровне фантастики Просто на уровне фантастики Ну правда Шли осторожно Но как бы Осторожно не иди Это минные поля Там делалось все Для того Чтобы что-то Подорвалось Прошли все То есть вся эта группа вышла Но это я не говорю Не к тому Чтобы вот что Крест живетворяющий делает Это был бы Неправильный вывод А вот что Бог делает Знаете Какой у тебя В лифт открывается Вот что Крест живетворяющий делает Вот на самом-то Дело Дело не в кресте А в Христе В самом Христе Иисусе Бесы крестов Не боятся Ни крестов Ни чеснока Ни святой воды Ни серебряных пуль Ни осиновых улышков Это только лишь В фильмах ужасов Все это Как бы Имеет Реальную силу Какую-то Или же там Ну и то Тем более Фильм ужаса Такие знаете Вот такие старые Пошли Вот такие старые Более продвинутые Современные Там фильмы Там уже Это все не действует Там уже более Такие продвинутые Вампиры И зомби Такие более Сметалистые И уже Короче Старый метод То есть Даже эти Инженеры душ Человеческих Понимают Что эти все вещи Они как бы Как сказка Для реальной жизни Нужно что-то другое Конкретно Помощнее Но На самом-то деле От всех этих Пакостей Есть один выход Это Иисус Христос Потому как Написано Что Сам Иисус сказал Что именем моим Будут бесов Изгонять Во имя Иисуса Христа Не Во имя Кого-то из учеников Его Не во имя Каких-то мучеников Не во имя Пророков Не Знаком креста Не какими-то Там Пасами Нет А во имя Мое Кстати В еврейской традиции Бешем Иешуа Во имя Иисуса А значит Бешем Означает не просто Я с именем На устах Нет Буквальный перевод Говорит В имени В имени моем То есть Я в нем Нахожусь А он во мне Вот что такое Бешем означает Бешем Бешем Иешуа Значает Во имя Иисуса То есть Я с именем Иисуса Я в нем И он во мне Кстати Это не просто Уникальность Не просто Это один из вариантов Перевода Это духовная правда На самом-то деле Потому что В деяниях Помните Кстати Да Случай Он нам подтверждает Сейчас все это Когда сыновья Первого священника Скевы Они решили Именем Иисуса Заклинать бесов И там эти бесы В шоке были Иисуса знаем Говорит Павел известен А вы кто вообще И значит Ну как бы И вы туда же И знаете Духовный мир Реагирует Не просто На имена Ну да Можно так сказать Например Знать Как раньше было Допустим По блату Все было И допустим К примеру Были волшебные фразы На некоторых базах Я знаю Были волшебные слова Допустим Я От Василия Александровича И все Ты его видел первый раз Этого мужика Он тебя видел первый раз Но вот эти волшебные слова Сказанные Они делали чудо Из неприступного такого Знаете Или такого вообще Ну как бы вообще На танке не пройдешь Знаете Он становился совсем другим Чего изволите А если скажешь От Петра Петровича Еще допустим То еще один Склад откроет Вот как бы И Правда Ты Знать волшебные слова Это одно Но Можно Как Гарри Подру Опозориться Очень серьезно Потому что Если знаешь волшебные слова Но тебя К примеру Поймают Что ты Реально просто Тебя не посылал Все Отдашь С избытком И еще то Что Должен Вот Так вот И в духовном мире Понимаете Пользоваться волшебными словами Так вот Опасно довольно таки Можно именем Иисуса Разбрасываться Но если Как бы Тебя все равно вычислить Что Ты не из той команды Вообще Что Слушай Ты просто Этим именем пользуешься А на самом деле Ты не живешь вообще с Иисусом Вообще-то И не знаешь Иисуса Вот И Конечно Есть благодать Божья Есть милость Божья И я знаю много чудес таких Которые во имя Иисуса Реально совершаются Диавол тоже чудес совершает Но потом По счетам так выставляет Что и Не рад этому чуду будешь вообще Вот Столько раз таких Примеров очень много Кстати Владимир Мунтиан Об этом очень хорошо учит Вот Есть блок Таких вот учений об этом Там потрясающие Примеры такие как раз Из писания Из жизни Там очень много примеров Таких Очень хороших